В 2022 году многие говорили, что дивидендов не будет. Я даже записывал отдельное видео на эту тему. Когда мы получили басно основные дивиденды, многие сказали, что это эффект низкой базы. В 2023 году говорят то же самое, что дивиденды не будут такие, как за 2022 год. Но, как показывают мои рубрики с дивидендной зарплатой, дивиденды будут, возможно, даже больше, чем за 2022 год. И опять всякие там эксперты будут говорить, что опять эффект низкой базы. Да, есть те компании, которые у нас разочаровали нас, инвесторов. Например, то же самое «Полюс». Да, он поступил как «Газпром». Сначала одобрил дивиденды, потом их отменил. Но такое бывает на фондовом рынке. Но, несмотря на это, большинство компаний у нас заплатит сочные дивиденды. Да, есть там кое-какие компании, которые не очень заплатили, но в большинстве случаев будут сочные дивиденды. А у тех компаний, которые не порадовали инвесторов, мы рассмотрим, конечно же, у нас в отдельном видео. Это будет видео чуть позже. А в этом видео давайте сейчас перейдем на мой рабочий стол. Я вам там сейчас покажу список уже компаний, которые выплатят нам сочные дивиденды или которые уже выплатили нам дивиденды. Да, видео идет с запозданием, но зато оно полноценно. И, возможно, многим из вас будет полезно. Вот так вот за чашечкой кофе сразу в течение 10 минут просмотреть все эти у нас дивиденды. Вот я выпустил статейку на Яндекс.Дзен. Здесь также пометил то, что некоторые компании уже выплатили дивиденды из данного списка. Но я ранее про это уже сказал. Итак, совет директоров МРСК. Центр при Волжье рекомендовал дивиденды в размере 0,0024 рубля. На одну быкновенную акцию. Не знаю, как это даже сказать по математическим правилам. Доходность выплаты 0,009. Дата закрытия ареста 23-го ГОСа 9-го. Данная компания уже, насколько я знаю, выплатила. Почему здесь такая маленькая доходность? Потому что они полугодовые дивиденды неплохие выплатили. Данная компания, кстати, у меня есть в Ушлисте. Цена, конечно же, сейчас желает быть лучшего. Многие ожидают у них хорошую выручку. Хорошие дивиденды в следующем году. Следующая у нас тоже компания из МРСК Центра. Здесь у нас 1 копейка была на акцию. Дивидоходность 3,3%. Здесь, в принципе, все то же самое, что я сказал и про МРСК Центра. Здесь также цена перегрета. И планируются, и аналитики говорят, что будет неплохая доходность в будущем. За 2023 год, вот за этот. Совет директоров Полюс рекомендовал дивиденды за 2022 год 436 рублей 79 копеек на акцию. Но здесь произошел у нас казус. И позже, вот я здесь пометил, Совет директоров отказался дивидендов на фоне попадания компании под сад. Миллер где-то в сторонке у нас смеется, потому что такая же ситуация была у нас и с Газпромом. Но здесь санкции, а там, конечно же, Газпром не стоит винить. Принятое дело, там свою руку приложило государство. Но это мы уже обсуждали. Не забываем, друзья, про мой телеграм. Там я пощу дивиденды, которые рекомендуют сразу в режиме реального времени. Вот, например, Совет директоров ТМК рекомендовал дивиденды. Буквально, когда у нас получается вчера, я это публиковал. Также здесь я публикую, видите, свои дивиденды. Вот то, что я получил. 1759 рублей дивидендами от отнефти. Также вот здесь сразу публикуются какие-то полезные новости. Сейчас вот у меня на канале 1451 подписчик. Хотелось бы 2000 подписчиков к Новому году сделать вот такой себе план. Поэтому, надеюсь, вы поможете мне реализовать этот план. Еще раз говорю, здесь я ничего, никакие курсы, ни сигналы не продаю. Максимум, что здесь бывает реклама. Ну, это нормальное явление, так как труд нужно свой окупать. Надеюсь, вы подписались. Спасибо вам, что поддерживаете меня и мои блоги. Вот Совет директоров Баштевти, конечно же, порадовал. Дивиденды уже они выплатили за 2022 год в размере 199 рублей 89 копеек. Здесь доходность 13%. У меня здесь доходность. Вот я здесь писал, баснословное получается 28% у меня вышло. Кто брал по 500, тот вообще зафиксировал доходность где-то 40%. Жалко, у меня, конечно же, было всего лишь 6 акций, я не помню. Ну, вот так вот. Но здесь, опять же, видите, Роснефть у нас выкачивает денежки. Аналитики говорят, что в следующем году уже не будет такой профит в Баштевти. Ну, посмотрим. Если бы, конечно же, она сейчас торговалась, я бы набрал бы, конечно же, ее по 600 рублей без проблем. И, кстати, да, вот еще момент. Акция удвоилась реально в два раза. Вот она сейчас торгуется 1300 даже после ДИДНГ. Хотя ДИДНГ был больше, чем выплата. У меня средняя, не помню, по-моему, 600 с чем-то. А вообще она доходила, не помню до скольки, то ли полторы тысячи, то ли 1600. Совет директоров МТС тоже порадовал, выплатил хорошие дивиденды. 34 рубля, 29 рублей на акцию. Я получил где-то 4300 рублей. Дивиденды уже выплачены. Здесь они хотели новую дивидендную политику у нас объявить, но пока ничего не меняется. Может быть, что-то в следующем году будет, может, к концу этого года. Посмотрим. Скорее всего, выплаты будут, может быть, либо разово пока в год, может быть, также в два раза. Посмотрим, что осенью у нас будет. Может быть, они полугодовые нам и заплатят. Но гос и даты я здесь особо не упоминаю, потому что это уже все было выплачено. Доходность составила 12%. Но у меня даже чуть ниже, потому что у меня там средняя не очень. Я в свое время вообще на хаях ее брал, когда еще не понимал, только пришел на рынок фондовый. По 300 с чем-то, по 320 даже покупал. Ну, сейчас чуть среднее снизил, у меня там, по-моему, 1096. Вот здесь я также показал то, что дивиденды мне пришли. Вот, 4821 рубль. Здесь вот тоже я, можете прочитать, писал, ну, сказал ранее про дивидендную политику. Совет Сургут нефтегаза, конечно же, нас разочаровал. И дивиденды нам всего лишь 80 копеек на акцию подкинул. То есть дивиденды дохода из 2,4. Получается, на обычку, по-моему, и то больше. Там вышло. Здесь была, конечно же, переоценка, списание, убытки. Ну, кубышка вроде у них жива по отчету. И многие аналитики ожидают приличные выплаты вплоть до 10 рублей за 23 год. На фоне роста курса доллара. Акции действительно уже торгуются очень мощно. Я в свое время, конечно же, хотел набирать. Но набирал неплохо. По 23, где-то по 24 данную акцию. Рубля сейчас уже 42. Не хочется. И не успел взять, когда они откатились до 30 после вот таких дивидендов. А у меня как раз там среднее где-то 30. Ближе к 31. Ну, я здесь написал то, что я брал по 25. Если будет, но уже не будет. Так как курс доллара взлетел. Может быть, в следующем году она упадет. Ну, как бы сургут это типа какой-то квази-облигаций. Тут стабильно платят. То больше, то меньше. Ну, в этом плане стабильно. Вот Газпром нефть тоже только недавно выплатила. Дивиденды здесь немного. Но они платят хорошо в основном за первое полугодие. За год вышло у них, видите, около 80 рублей. У меня дивидендная доходность составила 27%. Потому что я покупал ее очень давно. Еще когда был ковидный. Локдаун. И с тех пор не могу никак нарастить позицию. Я же рассказывал. Фрифроуд маленький. Акция почти не падает. Несмотря ни на какие шоки. Вот даже были шоки. Да, вот у нас февранские события. И то до моих средних акций так и не дошла. ФК-система у нас 41 копейку на акцию рекомендовала. Сумма выплат состоит 9,956. Ну, грубо 4 миллиарда. Доходность где-то 2,5. Не знаю, выплатили они или нет. У меня это пока компании нет. Ну, вот чрезвычайно у меня есть. А вот Мосэнерго рекомендовала дивиденды. 18 копейки на акцию. 7,4 миллиарда рублей. Чистая прибыль. Получается, было 27 миллиардов рублей. Таким образом, может быть, направлено 35,7. То есть, направлено было 35,7 от чистой прибыли. А вообще, должны были платить 50% от чистой прибыли. В 21-м, тут тоже, видите, я написал, что они платили 50. У них новая дивидендная политика вышла, где они расписали то, что они будут придерживаться 50%. Ну, странно. Они, в принципе, до этого платили 50, чего они решили. Сейчас 35 заплатить, а потом выкатить дивидендную политику. Странное поведение. Ну, может быть, реально новая дивидендная политика утвердить так, что они, ну, больше не будут вот так чудить, платить по 35 и будут платить точно 50. Ну, и инвесторы недовольны. Да, было падение, но сейчас опять компания перегрета и торгуются очень мощно. У меня, конечно же, вышло 10, потому что я, опять же, брал все это в трудные времена, когда инвесторы боялись фондового рынка. А так доходность составила 6,6 маленькая. В принципе, депозит больше приносит и облигации сейчас. Фосагра 10,64 рубля на одну акцию. Я, кстати, Фосагра выплатила доходность где-то 3,4. У меня, конечно же, доходность огромная, потому что у меня Фосагра куплена за 3,5 тысячи рублей. Правда, одна акция. Нижнекапский нестеким только сегодня, у нас 25 число. Я снимаю это видео. Плюсы дивиденды. Доходность, конечно же, очень маленькая. Инвесторы разочаровались. Ну, все на акцию, конечно, не слили, но она подупала. Многие ждали здесь больших дивидендов. Ну, у них там сейчас идет строительство. Они сейчас все вкладывают в капекс. Ну, типа, это инвестиция на будущее, как все говорят, аналитики на 2-3 года. Ну, в принципе, я буду дальше покупать. Если будет правильная моя цена, у меня все, и все мои инвестиции и так идут на будущее. Вот я написал, что больше 10 рублей инвесторы ожидали. Казань Орго Синтеза. Здесь рекомендация была 9,10 рублей на одну акцию за 2022 год. Доходность 8,4. Собрание было 30-го. Ну, наверное, выплатили мне это компонент. ОГК-2. Сегодня мне выплатило. Здесь 5 копеек на акцию. Тут получается у нас доходность 8. Реестр, это собрание, да, у нас. У меня получилась доходность 10, потому что я брал, опять же, в самом низу. Секдиректоров Роснефти. 17,97 рублей на акцию. Здесь доходность 4. Но у меня чуть побольше. А так, компания еще не выплатила. Кстати, Татнефть забил вперед, тоже не выплатил. Вот даже на этой неделе. Завтра, может, послезавтра выплатить. Конечно, когда это видео выйдет, уже здесь все будет выплачено. Заход составил 38 рублей. Негурство вышло от Игарька. Газпром нефти, то больше заплатил 70 рублей. Вот тут Росбанк, у кого есть, здесь получается 2,8 рублей на выплату. Сокупность 4,5 рубля на акцию. Данную акцию мне нет. Доходность здесь 3%. Вот стоит Росгидро. Сегодня, кстати, эти ребята выплатили 5 копеек на акцию. Они вообще сначала как бы в СМИ что-то там написали. Типа они не будут рассматривать дивиденд, а потом, не знаю, государство, может быть, пересмотрело это и выплатило. Вообще-то квази акции, они постоянно платят стабильный дивиденд. Да, не густо, но зато стабильный. И перегреты, конечно же, они очень, ну, сейчас прилично. Хотя выручка у них там не особо. Ну вот, 50% они выплачивают. Вот здесь я написал, что это квази-облигации. Вот Инарктика, например, направил дивиденд за первый квартал 10 рублей. Я их тоже уже получил. Вот тут даже я написал. Самое интересное, за 22-й год они отказались платить. А вот Новороссийский морской торговый порт принял решение о выплате дивиденд за 22-й год. Тут получается 80 копеек на акцию, доходность 9. Я хотел тоже эту компанию покупать, но сейчас вообще покупать просто жестко все акции перегреты. А вот Трастнеет реально порадовала. Заплатит дивиденды в размере 16 1665 рублей 20 рублей на акцию. А дивиденд доходность 11. А представьте тех, кто покупал Трастнеет по 72 тысячи. Там дивиденд доходность, наверное, не знаю, 20, может быть, 25. Я видел, что она так торговалась, но у меня в 22-й год заначка была истощена. И, извините, 72 тысячи выложить, это для меня была бы катастрофа. Я бы не знал, как я жил бы дальше, потому что рекламные доходы упали. Это сейчас у меня, да, рекламные доходы восстанавливаются. Все довольно-таки, как говорится, Твитфу не излазит нормально, поэтому здесь вот такой вот расклад. Ну и также здесь вот информация о моем Телеграм-канале. Подписывайтесь, вот здесь вот QR-код. Там я все эти дивиденды расписывал. В следующем видео мы поговорим обязательно в таком же формате о тех компаниях, которые отказались поддерживать инвестора и выплачивать дивиденды. Точнее, радовать инвестора и выплачивать дивиденды. Ставьте лайк вот за этот вид, который я для вас зафиксировал, и за то, что я продолжаю рубрику по дивидендам, ее расширяю. Я говорю не только, какие дивиденды я получил, но и те дивиденды, которые у нас выплачивают компании. Уже отдельная рубрика со списком. Также можете делиться данным видео со своими друзьями. Может быть, они еще не знают или хотели бы узнать список, кто еще не выплатил или выплатит данный вид у меня недалеко от дома. Вот такие здесь прекрасные виды. Раньше где-то там мы играли в футбол на лугу. Сейчас, конечно, молодежь уже не такая. Ну а с вами на связи был Фокин Евгений, начинающий инвестор. Всем пока. Скоро увидимся. Впереди нас ждет другая рубрика, где мы расскажем те компании, которые зажмотили выплачивать дивиденды. И вот даже на заднем фоне у нас, видите, петухи, кукарекуты. Вот коровки отдыхают.